Добрый день! В этом номере гудка на второй странице читайте о том, как угольщики помогут железнодорожникам реконструировать станцию. Уже в середине августа состоится долгожданное событие. Первый угольный поезд пойдет с крупнейшего месторождения в России. Это месторождение соединяет с РЖД 320-километровая линия, которая присоединяется к сети у станции УЛАГ. Само месторождение уже разрабатывается и угольщики в нетерпении ввозят по железной дороге. Она еще такая временная схема, то есть сначала самосвалами до действующего участка, то есть настолько им не терпится использовать железную дорогу. Но, конечно, масштабы-то совсем другие, чем вывозить автотранспортом. И вот первый поезд, уже когда закончится строительство этой ветки, будет уже в середине августа. Сейчас здесь трудятся на строительстве этой ветки около 70 подрядных организаций, 3000 человек, работают тут полным ходом. Скоро они завершатся. Вообще, это месторождение считается очень крупным. Здесь доказанные запасы 2,7 миллиарда тонн угля и прогнозируемые около 30 миллиардов тонн. Это в 10 раз больше. Так вот, сами угольщики настолько заинтересованы в этой дороге, что они помогут также железнодорожникам реконструировать станцию УЛАГ, станцию примыкания этой ветки к сети РЖД. Министерство транспорта подготовило проект концепции госпрограммы развития транспортной системы России до 2019 года. В большинстве своем эта программа вобрала в себя те характеристики, которые были заложены ранее в федеральной целевой программе развития транспортной системы России на 2010-2015 годы. Однако в части железнодорожной составляющей чиновники просто перенесли практически то же финансирование, которое раньше выделялось до 2015 года, еще на 4 года до 2019 года. В этой сфере РЖД будет финансировать лишь дотации предприятиям железнодорожного транспорта от государственного регулирования тарифов. На это предусмотрено порядка 300 миллиардов рублей. Также финансирование подготовки кадров для реализации концепции транспортной безопасности. Там порядка 60 миллиардов рублей. Специалисты говорят, что эта программа была подготовлена в жестких тисках Минфина, который заранее определил финансовые параметры, в которых проектировщики должны были достигать своей цели. В РЖД отмечают, например, что те финансовые показатели, которые заложены под программой железнодорожный транспорт, не соответствуют стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года, которая была принята правительством несколько лет назад. В частности, чтобы достичь этих показателей до 2015 года, нужно выплатить дополнительно 400 миллиардов рублей, чего в новой госпрограмме нет. Уважаемые читатели, в свежем номере газеты «Гудок» в рубрике «Великие железнодорожники» читайте увлекательный, познавательный материал о нашем земляке, великом русском ученом-универсале Сергею Демьяновичу Корейшу. Сергей Демьянович Корейшу окончил Петербургский институт инженеров пути сообщения еще в прошлом веке, в XIX веке. Основная часть его деятельности была посвящена борьбе с пучинами и снегами на железной дороге, которые в ту пору были действительно серьезной помехой для движения железнодорожного транспорта во просторах России. Работал он в ту пору в Оренбургской области, в Оренбургской губернии. И, конечно, в Оренбургских степях остановка поездов из-за сильных снегофадов или образование провалов под железнодорожными путями была огромной проблемой. Как же великий ученый находил выход из создавшейся ситуации? Да очень просто. Не понадобилось никакой ультрасовременной техники, зато было решено высаживать густые лесопосадки вдоль железной дороги, ставить заборы. Ученый доказал то, что без каких-то специальных ультрасовременных средств можно бороться со снежными заносами. Кроме того, Корейша работал в Министерстве путей сообщения и в своем родном Петербургском институте инженеров путей сообщения. И за все это долгое время внес огромный вклад в теорию развития железных дорог в России, написав сотни статей и учебников. Он стал основоположником сегодняшней системы СЦБ. Он написал работу о стрелках и сигналах, их функционировании на железной дороге. Это было его главное новаторство как ученого в российской науке о железных дорогах. На шестой странице свежего номера ГУДКа читайте об уникальном человеке. Александр Павлов не только работает заместителем начальника социальной сферы Свердловской магистрали, но является дирижером танцующего оркестра Уралбэнд. Он офицер и студент горного университета, местного горного университета. Человек на все руки, мастер, и, соответственно, в каждом находит какой-то музыкальный аспект. Александр бывший военный и служил в духовом оркестре военном. После выхода в отставку он попал на глаза ректору Уральского горного университета и тот предложил ему организовать свой ансамбль в университете. Однако Александр сказал, что хороший ансамбль может получиться только из профессиональных музыкантов. В результате в горный университет набрали несколько студентов, которые, собственно, и организовали Уралбэнд. Тут его участники не только играют на музыкальных инструментах, но одновременно с ним исполняют и народные танцы, какие-то музыкальные произведения вместе с танцами. Значит, у них такая фишка. Однажды, выступая на волейбольном чемпионате клуба «Локомотив» «Изумруд» в качестве поддержки, они там, музыканты, пели в перерывах, его заметил начальник Свердловской железной дороги, тогда это был Владимир Супрун, и пригласил Александра в качестве заместителя начальника дирекции социальной сферы работать на железной дороге. И вот уже два года без Александра не проходит ни одно музыкальное мероприятие Свердловской магистрали. Он участвует во всех крупных каких-то событиях, шоу, и оформляет их своей музыкой, музыкой своего ансамбля. Загон, проект, приравнявший пиво к алкоголю, начинает приносить первые плоды. Граждане уже задумались о том, какой роль в их жизни занимает пиво. Выяснилось, согласно опросу социологическому, что 17% граждан готовы изменить свои позиции и пить пиво меньше, а 10% вообще собираются отказаться от питья этого замечательного напитка. Что любопытно, что если как-то подразделять на группы тех, кто собирается отказаться, то превалируют в этой группе женщины. Женщины, которые чаще всего пьют пиво за компанию, а не по собственному желанию. Так бы они, наверное, предпочли что-нибудь другое. И молодые люди, то есть возрастная группа от 18 до 24 лет. То есть многие говорят о том, что пили пиво и пили пиво, а теперь, когда во многих продажных правах этот напиток приравнен к крепкому алкоголю, начинают задумываться, а не много ли они его пьют. Правда, эксперты говорят о том, что собираться отказаться, это не значит отказаться по-настоящему. Но действительно уже небольшое психологическое влияние, которое оказал грядущий, еще не введенный запрет, уже сказывается позитивно. По крайней мере, люди задумались.